Неопределенность выводов Неопределенность выводов. Эта ошибка, пожалуй, по праву может считаться апофеозом ошибок допущения. С ней приходится иметь дело, когда допущения, сделанные в предпосылках, настолько широки, множественны и неконкретны, что выводы оказываются в той или иной степени верными при любом исходе событий. Так умудренная жизненным опытом женщина, пристально рассматривая облака на закатном небе, делает глубокомысленное заключение. Завтра либо будет дождь, либо сухо. И она неизбежно права в своем предсказании. Люди особенно склонны попадаться на удочку этой ошибки, когда думают, что предлагаемые выводы имеют отношение лично к ним. Будь то случайная фраза, напечатанная кассовым аппаратом на чеке в супермаркете, содержимое печеньки судьбы в китайском ресторане, или пророчество, написанное на карточке, которую обученная птица извлекает из колоды таких же случайных карточек. Данная тенденция получила название «эффект субъективного подтверждения» или «эффект Форера». Американский психолог Бертром Форер провел в 1948 году следующий эксперимент. Он раздал своим студентам опросник по определению персональных характеристик. Однако вместо реальных результатов обработки их ответов, он вернул каждому один и тот же текст. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили вас и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть и некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированные и уверенные с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьезные сомнения, приняли ли вы правильное решение или сделали ли правильный поступок. Вы предпочитаете некоторое разнообразие, рамки ограничения вызывают у вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо, вы не принимаете утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что слишком откровенным с другими людьми быть не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы, общительны. Иногда же интровертны, осторожны и сдержаны. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Однако одна из главных ваших жизненных целей – стабильность. Далее студентам предлагалось оценить, насколько точно этот текст описал их индивидуальные характеристики. Средняя оценка составила более чем 85%. Наибольшими виртуозами такого подхода являются составители газетных гороскопов. При текущем расположении планет к озерогам надо быть особо внимательными, чтобы не упустить свои возможности для достижения успеха. В подобной фразе пышным букетом расцветает целый спектр логических ошибок от неоднозначности понятий до особых условий, и любой результат может быть легко согласован с такой формулировкой. Если произошло что-либо, что можно так или иначе определить как успех, например, нашел монету или, падая с лестницы, не свернул себе шею, значит, был внимателен. Если же нет, то не особо. Ну, или, по крайней мере, не козерог. В народе о подобных глубокомысленных предсказаниях говорят «попал пальцем в небо». Ведь чем на более неопределенном выводе строится какое-либо предсказание, тем с большей вероятностью оно рано или поздно исполнится. В итоге же адепты такого подхода лишь еще больше утверждаются в своей правоте. Перефразируя слова мудрейшего философа-практика XX века, можно с полной уверенностью сказать «как-нибудь да будет». Ибо никогда так не было, чтобы никак не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok